Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Ян, и сегодня у нас небольшое интервью с президентом союза ММА России Радмиром Габдулиным о возможности трансформации Федерации смешанных боевых единоборств в аналог атлетических комиссий США. Об их необходимости в России ранее уже упоминали различные спортсмены и функционеры, ведь в Америке именно таковые являются регулятором турниров по единоборствам. Они могут как наказать спортсмена денежным взысканием, дисквалификацией, так и помочь бойцу, гарантировав ему честность при взвешивании соперника, последующей выплате гонорара и так далее. Кстати, именно комиссии публикуют официальные денежные выплаты бойцов, которые мы часто видим в СМИ. Перед тем, как вы выскажетесь в комментариях о необходимости комиссии в российском мире единоборств, предлагаем послушать мнение президента союза ММА России. А спонсор данного выпуска наши друзья из 1xbet, ведь там самые высокие коэффициенты, а также самые быстрые выплаты. Все ссылки вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. А по промокоду BSNEWS новые пользователи получат до 100% бонуса при первом депозите. Интересно, и вообще такая, в ваш взгляд, как профессионала, как специалиста, реально ли такая мысль, идея, что когда-нибудь СМИ будет аналогом, абсолютным аналогом админических комиссий, допустим, Соединенных Штатов и абсолютно будет точно регламентировать те или иные, допустим, организационные моменты. Ну, просто про это интересно. Конечно, мы к этому стремимся, с этим работаем. Сейчас мы будем работать с 3029-м законом о культуре и спорту. У нас уже есть все необходимые инструменты для того, чтобы мы могли реализовать и внедрить те поправки в закон. И подобные федерации, как Союз ММА России, в каждом, так скажем, в своем виде спорта будут являться аналогом админических комиссий. Но, конечно же, это будет благотворная и, так скажем, сопроводительная работа с Министерством спорта России. Это очень важно для нас, очень важно, что нас поддерживает правительство Российской Федерации. И мы будем, конечно же, делать все, чтобы наш вид спорта был не только, так скажем, не только официальным и аккредитованным, к чему мы стремились. Теперь наша следующая ступень – это Олимпийские игры. К этому идем. Мы сейчас входим во Всемирную Ассоциацию Аймов, в которой уже присутствует более 54 стран. Естественно, опять же, в этой Международной Ассоциации Союз ММА России занимает первую строчку, лидирующую строчку среди быстроразбивающихся федераций ММА и национальных. Также наша национальная сборная занимает лидирующие позиции. И, слава богу, у нас все получается. Все наши проекты, все наши планы, все наши цели и задачи с трудом, но они выполняются. На сегодняшний день в России федерации, местные национальные федерации по единоборствам, они и являются уже. У них есть все необходимые инструменты, чтобы быть так называемыми и атлетической комиссией, и любительской федерацией. Потому что не везде, даже в Соединенных Штатах, не везде у них присутствуют любительские федерации, не во всех штатах. А у нас, слава богу, закон позволяет, и страна позволяет иметь одну, скажем, одну федерацию, одну централизацию. Используя это, мы развиваем спорт во всех регионах, как точечно, так и локально. И вот продолжая ту идею про аналоги, механизмы регулирования и так далее, как в России, так и за ее рубежом, то есть есть определенные, ну, спортсмены иногда бывают, то есть они допускают те или иные какие-то правонарушения, какие-то проступки, может быть, которые где-то противоречат каким-то образом. Для справки, именно на сайте Международной Федерации Смешанных Боевых Искусств есть вкладка My Next Match. Зарегистрировавшись там, для объективности оценки скажем, что она похожа на идею сайтов Topology и ShareDoc, анкеты бойцов, клубов, тренеров и сетка событий. Но замысел более шире. Есть медицинская история, организационные документы, судейская квалификация и так далее. И когда какие-то правонарушения происходят на международном уровне, конечно же, этим занимается Международная Ассоциация, которая предъявляет не только к спортсменам какие-то там, условно, там, санкции, да, но, в принципе, санкции ко всей Федерации. Но что бы ни случилось, что бы ни было, это наши спортсмены, даже если они где-то ошибаются, мы всегда будем их поддерживать, мы всегда будем отстаивать их права в любой, в любом случае, так скажем, и в любой точке планеты. Второй вопрос, который был задан Радмиру Илдаровичу, связан с супер-боями в рамках Союза ММА России. Относительно недавно в Союзе ММА, мне кажется, очень привлекательно, и это, наверное, правильное решение, для спортсменов были учреждены именно поясы, не просто титулы, там, чемпионства, а конкретно, то есть в реальном мире это предмет, который можно ощутить, куда-то повесить и так далее. А нет ли такой, может быть, идеи, либо в дальнейшем как-то, что, возможно, в рамках любителей, то есть, чтобы, опять же, ребят удержать пока еще и в любителях, чтобы они пока не переходили в профессионалы, между владельцами титулов какое-то время? Нет, нет, такой идеи нет. Единственное, и на сегодняшний день главное, наверное, условие, и тут даже не условие, а привлекательность для любых спортсменов, это спортивные звания. Звание, например, мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, это навсегда, потому что чемпионские пояса и заслуги профессиональных промоушенов, это всего лишь временное явление. Заслужен он мастером спорта или мастером спорта России от нас и на всю жизнь. Но все же, хотели бы вы увидеть бои между чемпионами России, к примеру, Касум Касумов против Амара Нурмагомедова, Магомед Магомед Керимов против Гаджимурада Хиромагомедова, Муслим Магомедов против Магомеда Анкалаева или Рашида Юсупова, Магомед Юнусилау против Саида Нурмагомедова или Магомеда Магомедова. Оставляйте свои мнения в комментариях под этим видео, а также следите за новостями на Blood and Sweat. Скоро мы подготовим интервью с перспективным тяжем, рост которого более 195 сантиметров, вес за 135 килограмм, что больше Нгану и Льюиса, а ему еще даже нет 25. И поверьте нам, форма его достаточно впечатляющая. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.